Итак, сейчас мы экран расширим. Я так понимаю, что вы должны видеть мою презентацию. Если видно, дайте кто-нибудь знать, что все нормально, я поехал. Презентация видна? Да, да, видна все. Все хорошо, да? Отлично. Итак, построение директорской группы. В этом году, еще раз подчеркну, нас ждут достаточно большие изменения. Какие конкретно мы, наверное, уже узнаем ближе к концу августа. Осень будет горячая, жаркая в плане рекрутинга, активной работы. И как минимум всем слушающим меня нужно выстроить свои директорские группы, потому что это очень важно, это нужно. И вообще, как я всегда говорил, бизнес «Орифлэм» это начинается по сути построение своей первой директорской группы, а потом уже выпуск новых директоров. И вот сегодня мы будем плотно это разбирать. Что такое директорская группа и как ее создавать. Итак, суть нашего бизнеса, напомню, что это создавать товарооборот для нашего партнера, для компании «Орифлэм», но путем создания групп потребителей и партнеров. Потому что наша основная задача создавать группы. Создавать, выращивать группы. И как это делается, что это такое, вот сегодня мы и поговорим. Какие заработки? Ну, начальный заработок директора, это от 50 тысяч рублей в месяц. Хотя, в принципе, это вот именно начальный, потому что в прошлом каталоге не делал, но в шестом каталоге я делал средств по организации. И вот находились такие директора, которые за шестой каталог заработали 67 тысяч, даже с копейками. Это за три недели, если перевести их в рубли, то получается почти сотня. В принципе, это хорошо, потому что средняя зарплата по нашему региону, например, на два раза ниже. И согласитесь, что иметь такой доход, причем с работой с открытым графиком, вы сами выбираете, когда работать. Без будильника, без начальника, без вот этих вот атрибутов, которые на самом деле достают по жизни, это очень даже неплохо. Тем более, что с директора бизнес только начинается, и можно сделать намного больше. И можно ли это сделать в нынешних условиях? Кризисов, конфликтов военных и прочих. Вы знаете, мне кажется, что с текущими изменениями, которые произойдут, это можно будет сделать, и сделать обязательно даже. Я и поэтому начал активно разбирать эту тему, потому что она очень важна. Она, в первую очередь, важна для нас, Лины, потому что мы хотим опять, что называется, сосучив рукава, создавать новые директорские группы. И вот это понимание очень важно. Итак, какое понимание лично у меня было до, в принципе, до этой недели? Потому что вот эти все вещи, инсайды, которые произошли, они произошли, в принципе, на этой неделе. Они произошли, потому что начал вспоминать, начал анализировать те группы. Это как раз навеянное после топ московского, который был ровно неделю назад. И вот это все вместе к кучу привело к тому, что вот я сейчас сегодня вам расскажу. Итак, до этого понимание было простое. Товарооборот директорской группы 7500 баллов. А по нынешнему курсу в рублях это примерно 350 тысяч рублей, ну, может, чуть ниже. Ну, будем говорить так, 350. Это уровень 22% и примерное количество активных человек. То есть активных – это не так, как компания считает, а именно те, кто разместил заказы в конкретном каталоге. Вот 7-й каталог сейчас. То есть 100 человек активных – это значит 100 человек разместили заказы в 7-м каталоге. То есть это вот именно людей с заказами, причем с любыми. И, в принципе, дальше мы говорили о чем угодно. Но вот эти критерии, три критерия директорской группы, они были, что называется, у всех на слуху. И это хорошо. Но этого казалось мало. И чаще всего мы директорскую группу рисовали вот так. Чтобы построить директорскую группу, нужно работать как минимум на три поколения вглубь. Это вот уже как стишок такой. Что значит работать на три поколения вглубь? Это значит, что если я хочу построить что-то, мне нужно пригласить как минимум три человека. Допустим, я это сделал. Если я смог пригласить три человека, смогу ли я научить их сделать то же самое? Наверное, можно. Если я это сделал и добился от каждого по три рекомендации, то у меня получилось в втором уровне делать девять человек. Смогу ли я их научить то же самое? Пригласить по три человека? Наверное, можно. Когда мы это сделали, получили 27 человек в третьем поколении. Смогу ли я этих 27 человек научить делать то же самое, пригласить по три человека? Наверное, смогу. Когда я это сделал, то получил в четвертом поколении 81 человек и суммарно вся эта группа 121 человек. Берем средний заказ, который сейчас есть, и получается директорская группа. И, в принципе, это очень хорошее приближение, как так называемое первое приближение, которое по-настоящему показывает, как строится группа. Ну, например, 121 человек. Обратите внимание, что вот эти 81 человек – это потребители. А вот эти все, 1, 3, 9, 27 – это так называемые приглашающие партнеры, которые и сам потребляют, и людей приглашают. То есть, можно посчитать, что это как раз количество приглашающих партнеров в этой группе – 40 человек. Ну, скажем так, вы можете сказать в идеале. В принципе, да, в идеале. Но здесь есть еще одна вещь. Для простоты мы всегда рисуем вот эту картинку, и в памяти вообще, в образе человека она отражается вот так, как вы видите. Да, но на самом деле, на самом деле, мы редко когда это рисовали, вот сейчас я это решил сделать. А вот это все построение на самом деле выглядит вот так. Я скрупулезно вчера решил вот это все сделать, и в принципе, получается даже не пирамиды, а такая вот вещь, когда один человек приглашает трех, потом учит их, получается 9, потом учит их, получается 27, потом учит их, получается 81. Вот если уж рисовать графически, то правильно, наверное, рисовать было бы вот так. И тогда в мозгу совсем другая картина. А почему это важно? Потому что мы можем сделать в этом мире все, что угодно, если можем ясно и четко это представить. Когда мы представляем это вот так, это один вариант. И в принципе, ну, он предполагает, что это вот должно быть, как бы, но на самом деле мы не представляем вот эту картину. А если мы представляем эту картину, то выясняется, что где люди на самом деле находятся. А люди находятся в глубине. Потому что три человека пригласить можете, но 81 человек – это командная работа. Это когда вы работаете с людьми, и работа эта в глубине. Вот в чем вопрос. Как вам нравится эта картинка? Согласитесь, она совсем по-другому выглядит. Если уж подойти к этой схеме графически. И совсем в мозгу уже совсем другая картина. И отсюда уже из этой картины понятно, что нужно делать. Нужно не лично всех подряд, не знаю, скопом регистрировать, а направить усилия на то, чтобы у людей получился результат. Чтобы у людей было по три человека. И не просто первый уровень, чтобы второй, третий уровень получился. То есть совсем по-другому нужно делать акценты. Всего лишь потому, что другое графическое представление. Ну хорошо, идем дальше. Мы с вами разбирали, что люди в Reflame не одинаковы. И есть три категории людей, которые, вообще говоря, пользуются продукцией Reflame. Есть просто клиенты, которые никак не связаны с компанией и получают продукцию через случайные заказы. Если к ним придет действующий консультант, либо партнер, либо лидер, у этого клиента будут заказы. Если о нем забудут, у клиента нет заказов. И вы знаете, на самом деле, вот зимой, осенью, весной высокий сезон, а потом весной высокий сезон заканчивается после праздников. И очень много партнеров перестают быть активными. И наступает летом огромное количество брошенных клиентов. И вот сейчас как раз лето, такая пора, когда клиенты бы и хотели, может быть, что-нибудь заказать. Но на их горизонте совсем нет ни одного консультанта, нет одного партнера, через которых можно было сделать заказ. И это, в общем-то, особенность клиента, потому что у него нет связи с компанией. А вот чтобы была связь с компанией, мы всегда предлагаем клиенту стать потребителем, прямым потребителем. Чем отличается потребитель? Тем, что он зарегистрировался на сайте, и он сам размещает свои заказы. Он получает в нынешних условиях 20% скидку на все, и сам заказывает, сам оплачивает, сам получает свою доставку. Это может быть различные варианты, это может быть сервисные пункты, это может быть пятерочки, это может быть другие варианты. В крупных городах, миллионных, это доставка на дом. И, в принципе, вот это потребители. Их большинство. Кто такой партнер? Партнер – это тот же потребитель, но в отличие от потребителя, он приглашает других потребителей в свою команду. Он выстраивает команды. И тем самым он, по сути, партнер компании Reflame, создает товарооборот для компании Reflame. Теперь важный график, как люди размещают заказы. Это картинка лет 15 назад, я не помню какой год, 12-й, по-моему, или 11-й. И вы можете увидеть, что совершенно по-разному люди тогда размещали заказы. Минимальный заказ 3 балла, максимальный 475, средний заказ 82 балла. Курс доллара изменился, все изменилось, условия полностью поменялись. В этом году я в начале года сделал тот же самый срез. И вы видите, что люди не изменились. Как они делали по-разному заказы, так они и делают. Но единственное, сейчас минимальный заказ был 8 баллов, а максимальный 618 баллов. В принципе, небольшая разница. Если брать средний заказ, то средний заказ 94 балла. Опять же, это высокий сезон. Можно сказать, если бы я сделал картинку вот сейчас, по прошлому каталогу, то средний заказ был бы не 90, а был бы в районе 80. То есть, что можно сказать? Что средний заказ в Арифлейм, он не зависит от года, не зависит от города, не зависит от времени. Это характеристика, в общем-то, в целом людей. Есть люди, которые много делают, есть люди, которые мало делают, есть люди, которые средне делают. Но в целом получается вот эта картина. Если можно взять средний заказ 90 баллов, эта погода будет очень близко к истине, причем по всем регионам. Я заметил, что практически даже по регионам сильно не меняется. Но единственное, на Дальнем Севере, там, где дорогая доставка, там, конечно, средние заказы повыше. А так, где если доставка более-менее одинаковая, стоимость, то и средний заказ тоже одинаковый. Но это, в принципе, вы знаете. И вот этот разбор мы тоже делали, что можно всех людей разделить на две части. Потребители, которые ориентированы на продукты и на скидку 20%. Средний заказ 50 баллов. И партнеры, которые ориентированы на то, чтобы зарабатывать деньги вместо компании Арифлэм. Вот средний заказ по партнерам – это 250 баллов. Ну, вот такая картина. Ну, и теперь самый интересный разбор. Вот эти, не смотрите на год, потому что никакого значения это не имеет. Потому что, как вы уже поняли, люди не меняются. И построение не меняется. И, да, появился интернет, может быть, связи стало больше, общение. Как бы можно общаться и не напрямую, но и онлайн. Но, тем не менее, тем не менее, сама суть построения группы, сама суть создания группы, она не меняется. Вот одна директорская группа. Одна из. Это лидер, который вышел на уровень директора, сделал оборот 8,5 тысяч баллов. И, в общем-то, как мы уже разбирали, она интересно построена. Вот в таком графическом выражении это я уже делал. Что нового? Я вот задался такой цель посмотреть. А на самом деле, вот мы вернемся к этому графику, да. В идеале она как бы была построена вот так, да. Вот такая вот фигура. Непонятно, на что похожа. Но, тем не менее. А как в реальности происходит? Вот как будет выглядеть директорская группа? А как вы думаете, на что она будет похожа? Есть мнение? На какую фигуру? Потому что одно из возражений людей, которые вот это там типа пирамида и так далее, и так далее. Но даже вот это построение очень как-то на пирамиду не сильно смахивает. Ну, ладно, давайте как перейдем к этой группе. Итак, я выстроил ее вот в таком вот виде. И это реальное построение, причем реальное построение по уровню. И здесь много очень интересных вещей открывается при таком графическом выражении. Ну, давайте. Здесь что называется инсайтов. Первый инсайт. Для того, чтобы построить директорскую группу, лидер на самом деле достаточно активно приглашает. Вот у этого лидера, который создал эту группу, в первом уровне лично приглашенных 22 человек. И как вы видите, большинство из них это просто потребители, просто размещают заказы. Но, тем не менее, из этих 22 человек есть раз, два, три, как мы говорим, ключевых партнера. Но в целом, приглашающих партнеров, кроме этих трех, еще раз, два, три, четыре. То есть всего из 22 человек получается 4 плюс 3, а 7 человек, которые в принципе приглашают. Вот это уже интересно, правда? Хорошо. Это первый уровень, 22. А сколько во втором уровне? Вот в данном варианте получилось 33. И вот эти 33 человека в основном, конечно, получились вот этим трем ключевым партнером. Но не только. Но не только. А в целом 33 человека. А вот дальше интересно. Вот эти 33 человека суммарно в основном это потребители. Да, есть люди, которые приглашающие. И во втором уровне только один ключевой партнер. Хотя приглашающих партнеров достаточно много. И суммарно вот эти 33 человека фактически пригласили в третий уровень всего лишь 22 человека. Опять же, в третьем уровне нашелся один ключевой партнер. И есть просто приглашающие партнеры. А суммарно эти 22 человека пригласили в четвертый уровень 22 человека тоже. Дальше группа продолжает строиться. В пятом уровне 8 человек, в шестом уровне 6 и в седьмом уровне 20 человек. Вот интересная реальная структура построения директорской группы. Какие выводы отсюда можно сделать? Ну, во-первых, вот в этой конкретной группе, помним, здесь товарооборот 8,5 тысяч баллов. Чуть больше, чем 7,5. То есть, как бы этот лидер вышел на уровень директора с переклёстом. Поэтому количество активных чуть больше сотни. Поэтому, когда мы говорим, что на директора 100 человек активных, это нормально. То есть, это не какие-то там... Это действительно так и есть. И вот данный пример это все классно подтверждает. Следующий важный момент. Вот эти 116 человек появились не благодаря там одному или двумя или трем лидерам, а получились благодарю 42 приглашающим партнерам. Да, понятно. Большинство из них пригласили всего лишь по одному человеку. Вот один, 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 один. То есть... Но тем не менее, вот без этого одного человека не было бы этой директорской группы. Понимаете? Поэтому даже те партнеры, которые приглашают всего лишь по одному человеку, они ключевые, они категорически важны. Потому что бывает, через них как раз идет, что называется, глубину. Вот на этой схеме это очень хорошо видно. Вот этот партнер, он пригласил всего лишь одного человека. Но этот человек один стал ключевым и пошел развивать свою команду. И таких случаев сплошь и рядом в нашем бизнесе. Следующий вывод, какой можно сделать. Вот 42 приглашающих партнера. Но вот тех, которые хотя бы двух... То есть одна регистрация, может быть, случайная регистрация, может быть, какой-то акции, может быть, ну, человек сам попросился зарегистрироваться. Таких случаев тоже много. А вот два, как бы, пригласить, это уже какая-то работа. Поэтому мы говорим, пригласи как минимум двух. А лучше трех. Почему? Когда мы начинаем работать с новичком, мы всегда говорим, как быстро ты можешь пригласить своих первых трех человек. Но двух как минимум, правда? И вот выясняется, что вот таких людей, которые пригласили два или больше, вот из 42 всего 16. То есть получается, две трети из приглашающих партнеров, они пригласили по одному человеку. А два и более всего лишь 16. И вот из этих 16 мы выделяем 7 ключевых партнеров. 7. Вот раз, два. Вот в первом уровне раз, два, три. Сам лидер, конечно. А во втором уровне... Вот он, в третьем уровне. Ну, еще по три человека, вот они есть. Всего 7. И они распределяются по-разному. Смотрите. Сам ключевой партнер, сам лидер. А в первом уровне три ключевых партнера. Во втором уровне раз, два ключевых партнера. В третьем уровне раз, два ключевых партнера. И в четвертом уровне один ключевой партнер. Вот она. В результате получилась вот эти 7. Получилась директорская группа. Директорская команда. Вот у меня вопрос. На что это похоже? На картинка. Вот реально. Как вы думаете? Есть какие-то образы в голове? Давайте поиграем в образы. Кто-то меня слышит? Можно включить микрофон и сказать, на что это похоже? На ромбик. На что? Ромб. Ромб, да? Ну, ромб это как бы очень сильно неправильный, да? Как бы вот геометрическая фигура. Хорошо, еще есть какие-то мнения? Ну, визуально как бы похоже. Вверху острие, вот грани. Ну, да, вот так, но такой неправильный ромб. Слишком неправильный. Хорошо. Еще есть мнение? Я тоже думал, вот какой бы образ это, на что это похоже. И потом, сейчас я вам... Я не знаю. Я не знаю. Да, сейчас вы увидите. Очень все ложится на нашу компанию. Просто замечательно. Ладно, идем дальше. И смотрите, вот исходя из этой картинки, можно выяснить, выложить критерии директорской группы. Итак, что, о чем мы говорили раньше? О чем я говорил раньше? Что товароборот? 7,5-350 тысяч рублей. Замечательно. Уровень 22%. Хорошо. Количество активных 100 человек. Хорошо. Ну, вот новое. Новое, что мы выяснили. И что нужно, как бы, вот чего добиваться. Что количество приглашающих партнеров 40 человек. То есть, что это значит? Это значит, что каждый раз, когда у вас появляется новичок, важно даже не то, чтобы он заказ сделал, а чтобы через него пошла хотя бы одна-две рекомендации. Потому что, еще раз подчеркну, чтобы получить директорскую группу, вам нужно 40 человек, которые пригласят хотя бы одного человечка. А вот тех, которые приглашают от двух и более, таких 15. То есть, это уже, понятно, личная работа лидера. Поэтому, когда мы говорим, нужно работать на 3-4 поколения, и даже глубже в ГУП, это потому, что вот с этими 15 людьми нужно лично общаться, лично помогать им, приглашать, заинтересовывать их знакомых. Потому что два человека, чаще всего, появляются не просто так. Два человека появляются потому, что с ними работает конкретно настоящий лидер, настоящий директор. Но, тем не менее, это вот так оно и есть. Кстати, регионы когда-то выступали со своими вертикалями, они тоже говорили, что даже в вертикальном построении им нужно 15-20 именно партнеров, приглашающих, чтобы получить вертикальную директорскую группу. Но мы сейчас не будем не в вертикали, потому что в вертикали полностью подходим. И я гарантирую, что к концу года не останется ни одной команды, которая бы старалась в вертикальной группе. Поэтому переходим на классику. И классика, что называется, это все. И шестой пункт, который мы, бывало, проговаривали, наверное, не так отчетливо, это количество ключевых партнеров. Семь человек. Кстати, здесь можно добавить и седьмой пункт, это что количество ключевых партнеров, количество веток, а это минимум три. В данном случае здесь соблюдается. Наверное, вот сами напишите. Я не написал, это седьмой пункт, но седьмой нужно написать. То есть, раз, два, три ветки. То есть, три ключевых партнера первого уровня, по крайней мере. Вот она, семь критериев директорской группы. Еще раз. Товароборот семь с половиной тысяч баллов, уровень двадцать два процента, количество разместивших активных заказов, заказ сто человек, количество приглашающих партнеров в этой группе 40 человек, приглашающих от двух или более человек 15 таких партнеров и ключевых партнеров семь человек и ключевых партнеров первого уровня, то есть, веток, да, по сути, настоящих, это три или более. Вот это критерий директорской группы. Вот эту группу вам нужно представлять теперь в голове. Ну, чтобы закрепить это все, давайте рассмотрим еще одну группу. Ну, вот это тоже оборот 8800, я не стал это делать, я решил сделать вот эту группу, которая более, скажем так, приближенная к 7500 баллов. Опять же, не смотрим на год, не имеет значения. 7800 товароборот. И так я ее рисовал. Но нарисовал ее теперь по-другому. Не сверху, а снизу вверх. И вот это представление снизу вверх, она вот сейчас вы увидите, как она меняется что мы в этой группе виде вот отличие от этой картинки она как бы вот они не не такая правильная да вот ее точно ромба уже точно не назовешь правда что-то такое вот из природы по крайней мере точно вот она реальная группа почему она такая ну давайте вернемся вверх а потому что вот здесь смотрите ключевые партнеры так получилось что они находятся вот через что называется как мы вот через таких ну которые пригласили все лишь по одному человеку то есть они находятся в первом уровне и вот это очень интересная вещь но опять же вот у этого лидера по сути ну четыре ветки вот четвертая зарождается раз-два-три основные вот четвертая пошла но настоящие ключевые партнеры появились не в первой глубине а во второй и далее вот это очень интересно то есть опять же нужно иметь ввиду не факт что вы столкнетесь у нас таких примеров с лошадь рядом ну допустим когда-то мы пригласили луцкую галину никто и не знает и слава богу а потому что давно уже нет с нами компания рефлей но благодаря им появились алла виктор логачёвы по сути они в нашей второй глубине потом как бы когда луцкая ушла на поднялась первый они понялись первый уровень но вот если по-настоящему они наши второй глубине а никто не знает наташу ковалеву и слава и господи потому что она всего лишь пригласила два человека но все знают семью машинский потому что не было наташи ковалевой у нас никогда не было по второму уровню семью машинский и не было под этой всей организации ну допустим оксана полежка первый уровень а вот светлана никонова опять же никогда бы не нашли светлана никонова если пьет не пригласил пьет соседка хотя там интересно было вот та соседка она потом ушла из компании потом зарегистрировалась повторно уже к светлана никона потому что она была подруга вот вот это поймите это правило очень часто люди появляются или ключевые партнеры появляются в глубине почему мы говорим что нужно работать с каждым с каждым новичком чтобы он дал хотя бы одну две рекомендации потому что вот эта рекомендация вашего новичка даже если новичок не будет работать даже если он будет просто делать для себя заказы и даже даже если заказы для себя делать не будет как вот в этом примере он может вот этот консультант он дал две рекомендации два человека зарегистрировались начали размещать заказы но сам он отошел по каким-то причинам перестал размещать новые люди начали продолжали начали работать и слава ему господи мы сами с леной пришли именно так потому что тот человек который нас пригласил уже давно нет компания рефлайн нас пригласил андрей селезнев никто его не знает никто абсолютно но если бы не андрей селезнев у нас лены бы не было в компании рефлайн сейчас мы первом уровне у семеновых но мы с семенами познакомились будучи уже директорами по сути да вернее они приезжали к нам в один раз когда мы были 15 процентов но это была такая мимолетная встреча а по-настоящему с ними познакомились когда мы уже были директорами сейчас у них первого уровня но по сути мы пришли вот именно вот таким образом через кого-то через кого-то и это основное понимаете когда мы игнорирую вот это вот это понятие мы не не пытаемся взять рекомендации у наших новичков а то мы несколько раз как бы уменьшаем свою эффективность потому что не было здесь этой группы принципе не было если бы все было сосредоточено только на первом уровне не появились бы эти ключевые партнеры во втором смотрите где ключевые партнеры только один первом уровне да а во втором 1 2 3 3 4 а это вот эти вообще сейчас давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 5 6 уровень ключевые партнеры и они появились через людей которые в принципе даже перестали делать заказы вот вот я вот это хочу донести правило построения директорской группы это брать рекомендации брать рекомендации брать рекомендации у каждого новичка который говорит я пришел для себя да слава богу бери для себя но задайте ему вопросы не отставайте от него если у тебя кто-то кому бы был бы интересный бизнес просто дай одну две рекомендации я с ними буду работать тебя ничего не за я просто тебя по тебя эти люди подпишу и все бери для себя ради бога эти два человека которых ты дашь они будут твоими я с ним подпишу я с ними пообщаюсь но я не буду как бы тебя доставать ничем просто бери для себя но дай мне две рекомендации вот это основное правило построения директорской группы и так что мы видим на ромбке похоже похоже на какое-то такое живое да и что мы видим в первом уровне лидер пригласил 15 человек как я уже сказал одного можно назвать только ключевым вот пригласил троих а так в принципе все ключевые у него появились вот 23 вернее даже во втором уровне раз два вот три вот они благодаря этим ключевым работе вот этого директора с этим тремя ключевыми во втором уровне а появились в третьем уровне 29 человек активно 29 опять же из них один человек ключевой только но много приглашающих партнеров появилась девятнадцать четвертом девятнадцать четвертом родили 7 в пятом уровне и вот эти из этих семи пятого уровня появился ключевой партнер пятом уровне вот благодаря ему появился шестой уровень а седьмой восьмой девятый вот данном случае это директорская группа состоит из девяти уровней но если смотрим в основном те же самые раз два три ветки давайте еще раз вот так наглядно посмотрим разведка два ветка три ветка да и четвертую зарождающиеся то есть все правильно соблюдается а что мы здесь видим товароборот 7 800 104 активных ключевых партнеров то есть это правило 100 активных она соблюдается что дальше мы здесь видим этой группе 40 человек приглашающих партнеров вот да большинство пригласили опять же по одному 16 из них пригласили два и более 8 и здесь ключевых партнеров причем именно интересно в первом уровне один во втором уровне 3 третьем уровне один пятом четвертом никого пятом шестом седьмом вот пожалуйста люди еще раз если бы мы если бы здесь не было работы вот с этими людьми да вот с этими людьми вот которые заказывают не размещают вот который заказ размещает но не более того не было бы вот этой ветки не было под этих ключевых партнеров не было под этого развития а это ключевое то есть это самое важное построение директорской группы надеюсь как бы вы это видите так же так все таки вот когда мы повернули по другому и начинаем строить снизу образ у лены там какой-то вкус да что-то живое у меня пришел образ другой очень хорошо связанный с названием нашей компании обратите внимание это пламя пламя костра пламя свечи и согласитесь очень сильно похожи и как вот это пламя нож как бы не бывает никаких ромбических фигур не бывает жестко но вот такое может и неустойчивое но пламя если мы посмотрим вот сюда перевернем это то пожалуйста так классическая вот свечка до классическая пламя свечи и вот этот когда мне пришел этот образ он пришел у меня буквально сегодня ночью я просто обалдел я не знаю когда компания oriflame придумалось название что такое oriflame то золотое пламя плэйм пламя золотое пламя и сейчас когда я вам показываю образ директорской группы как его построить я говорю что самый хороший образ это огонь это пламя огня вот обратите внимание еще раз да это пламя свечи пламя костра а вот насколько ваш костер большой будет зависит от двух факторов во первых насколько вы горите насколько вы хотите насколько вы понимаете бизнес а понимание это бизнеса это о чем мы говорим своя личная активность до по крайней 15 человек хотя бы нужно пригласить но самое важное не то что ты приглашаешь что берешь рекомендации идешь в лук-влук то есть вот когда ты настроен на работу в глубину на то чтобы получить рекомендации от своих партнеров от своих клиентов от своих потребителей даже когда ты на это настроен то у тебя пламя начинает развиваться действительно люди начинают загораться и группа выстраивается и вот пожалуйста вот так получается 100 человек да можно понять понадобится как здесь вот раз-два-три-четыре-пять шесть семь восемь девять даже поколение но это именно пламя пламя кричи пламя костра вот этот образ я хочу чтобы у вас ушел и если вы хотите реально построить директорскую группу пусть он у вас именно этот костер oriflame наше золотое пламя стоит перед глазами чтобы вот это вы создавали потому что здесь два момента во первых внутри как вы горите насколько внутри у вас огонь а вторых как грамотно вы умеете работать как вы грамотно умеете брать рекомендации как вы грамотно умеете доносить суть этого бизнеса как вы грамотно умеете работать со вторым третьим четвертым поколением как грамотно вы можете сопровождать глубине людей То есть внутренний огонь плюс грамотная работа создает вот это пламя свечей в вашу директорскую группу. И вот я еще раз вернусь вот этим показателям. Директорская группа. В цифрах это выглядит так. Оборот 7,5, уровень 22, отливных разместивших заказ 100 человек, приглашающих партнеров 40, приглашающих от 2 и более 15. Ключевых партнеров 7, 3 минимум ветки с ключевыми партнерами. Вот так вот 7 пунктов. 7 нужно дорисовать, нарисуйте сами. Я наверное в следующий раз, когда буду, обязательно на этот слайд дорисую, чтобы был 7 пункт. Вот полный образ. А вот такой вот, скажем, настоящий образ нашего бизнеса. И вот смотрите, как это все сложится. Я не знаю, те люди, которые офигники, когда они придумали это название, был ли у них понимание именно построения этого бизнеса. Я не знаю. Может быть и был. Может быть случайно. Хотя случайности не бывает. И я скажу уже даже более того. Может быть одна из причин, почему Oriflame настолько успешна. Знаете, есть такой мультик. Да, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот правильное название компании. То есть получается, что ничего нет лучше для сетевого маркетинга названия, чем слово Oriflame. Oriflame это пламя и золотое, потому что связано именно даже не с деньгами. Даже не с деньгами. Оно связано с золота. Вот именно это внутренняя энергия помощи. То есть вот почему все святые на Руси представляются в таких вот золотых аурах. Потому что это человек, который направлен всю свою энергию, все свои мысли на помощь другому человеку. Я не знаю, что за человек, с какими мыслями или кто руководил нашими офигниками, братьями, когда они организовали эту компанию, придумали это название. Но это настолько, настолько сейчас вот окажется гармонично вписывается в то, как этот бизнес делается, что у меня как бы закрадываются такие смутные подозрения, что ими кто-то сверху руководил. И не случайно эта компания вот настолько мощная, настолько живучая, настолько вот распространившаяся. Кстати, замечу, что Швеция очень маленькая страна. Всего лишь 10 миллионов человек. Но компания Oriflame по-настоящему это единственная такая компания в мире, которая стала мировой компанией, не обладая, что называется, своим внутренним рынком. Обычно компании Развуд, это американская, европейская или там бразильская компания, имеют большой внутренний рынок. В Бразилии, допустим, 200 миллионов человек. В Соединенных Штатах 350 миллионов человек. В Китае полтора миллиарда человек. Там в Малайзии 250, в Индонезии 250 миллионов человек. Оттуда компании растут, понятно, у них большой внутренний рынок. Oriflame это единственная в мире компания, где пошла из маленькой стороны. И она распространилась вот так вот по всему миру. Я чувствую, что здесь не все не просто так. Поэтому цените то, в каком вы месте находитесь. И вот это пламя, это не просто образ, оказывается. Это подсказка. Это подсказка, как строить по-настоящему правильно директорские команды, директорские группы. И вообще бизнес развивается на основу вот этого пламени. И оказывается, это не просто образ, это вот фактически так оно и есть. Еще раз, давайте покажу. Смотрите. Пламя, пламя, да? Или вот эта картинка. Но вот эту картинку только перевернуть надо. Потому что, когда первый раз я рисовал, я даже сам об этом не подозревал. И только когда перевернул, тогда все пазлы сложились и все у нас стало на свои места. Другие группы. Я не рисовал, потому что это достаточно гроботливая работа. Но если бы я сделал бы вот с этой группой, согласитесь, появилось бы то же самое. Давайте просто посчитаем. Вот в первом уровне что получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать человек, да? Лидеру для того, чтобы директором все-таки четырнадцать человек пригласить. Из них пошли ветки. Одна ветка, вторая ветка и вот третья. Три ключевых партнера. В первом уровне. Замечательно. Ключевые пошли. Вот первый уровень, второй уровень, третий уровень. Или вот здесь вот, да? Даже четвертый уровень пошел. Вернее, да. Первый, второй, третий. Или здесь. Смотрите. Все то же самое. Берем следующую группу. Совсем другой город, совсем другой лидер. Казалось бы, по-другому должны работать. А нифига. Все то же самое. Давайте считаем. Первом уровне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, штормадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать человек. Восемнадцать человек пригласил, чтобы получить раз, два, три ветки. Причем, обратите внимание, вот эта ветка. Раз, два, три, четыре, ключевые партнеры, да пять. И вот классический вариант. Ну, не было бы вот этих вот ключевых партнеров в глубине, в пятом, шестом, седьмом поколении. Если бы раз, два, в третьем поколении не было бы потребителя, который всего лишь дал одну рекомендацию. Понимаете? Не состоялось бы этой директорской группы. А вот здесь еще интереснее. Раз, два партнера, которые даже заказы уже перестали делать. Ну, они дали один, две рекомендации, другую одну. Но благодаря ему получилась вот эта вот новая, в третьем уровне появился ключевой партнер. Причем зарождающийся. Сам заказ еще, видите, как бы не сильно делает. Но вот именно вот так выстраивается группа. Партнер и потребитель. Мы с этим уже разбирали, я не хочу как бы останавливаться. Директорская группа. В принципе, вот какие выводы можно сделать. Выводы самые важные. Что самое важное, на это мы смотрели так. Самое важное, чтобы новичок стал рекомендатором. Даже в компании есть такой термин. Переход из стартера в реку. Но на самом деле гораздо более важно, чтобы от новичка пошла рекомендация. Потому что будет новичок делать заказы, не будет. На самом деле это вторично. Да будет, он никуда не денется. Особенно если под ним что-то появится, что-то ценное. Но самое важное, чтобы от каждого новичка брать хотя бы одну рекомендацию. А лучше две. Потому что новичок, это может быть либо просто потребителем, если у вас не получится. Потому что да, бывает, бывает упираешься в стенку. Бывает, не получается от новичка взять рекомендацию. Такое бывает. Но тем не менее, это у вас должен быть такой посыл. Взять рекомендацию. И новичок может стать просто потребителем. Это когда у вас не получилось взять от него рекомендацию. Но тем не менее, это нужно пробовать. Это может быть проводником. Или как мы говорим сокращенно, это более образом дверь в глубину. Если у вас получилось от него взять одну-две рекомендации. Или это может быть партнером. Это человек, который, вообще говоря, увидел смысл этого бизнеса. Увидел, как это делать. И у него перед глазами образ этого огня. Образ свечи. По-настоящему, как строятся директорские команды. И он начинает это делать. Вот такие вещи. Итак, создание директорской команды. Как я уже рассказывал, что есть разные способы приглашения. А можно, самый простой способ активно работы в вертикалях. Когда людям говорят, то ты просто регистрируйся. И просто смотри. А мы, пока ты будешь смотреть 2-3 месяца, будем под тебя команду строивать. И вот такие люди строят. То есть сидят, смотрят. Ну а что, почему же сказали, смотри. Он и смотрит. И в результате получается переход из стартера в реку. Ты всего лишь каких-то 25-30%. А фактически это ни о чем. Поэтому этот способ приглашения, он контрпродуктивный. Это просто перепись населения. Следующий, более такой продуктивный способ, это когда рекрутируешь на продукцию, на дискот, на подарок. Этот способ имеет место быть. Потому что он гораздо легче. Потому что большинство людей все равно приходит сюда быть потребителем. И первое приглашение человека можно зарегистрировать, чтобы он просто брал для себя, ну на продукт. Но даже если он пришел на продукт, еще раз подчеркну, это не его задача. Это ваша задача поговорить с ним и взять у него одну-две рекомендации. И если вы научитесь это делать, еще раз подчеркну, это ключевой навык. Это ключевой навык директора. Умение получать одну-две рекомендации от своих потребителей приводит к вас к директору. Если вы научитесь вот этому навыку, умение брать рекомендацию, одну-две, хотя бы одну-две, от ваших людей, вы станете директором. Потому что у вас всегда будут новички, и вы построите свою директорскую группу, исходя из тех правил, которые мы сегодня рассмотрели. Ну и наконец, самый продуктивный способ рекрутировать, это продвигать идею стать директором. Что такое директор? Как сегодня, как выстраиваются параметры директора? Мы сегодня подробно все рассмотрели. А вот чтобы продвигать идею стать директором, нужно вот, знаете, я бы на месте вас, если вы не директор, вот сегодня бы не спал бы, а начал бы рисовать. Вот начал бы рисовать вот эти уровни. Давайте еще раз вернемся. Вот эти уровни. Сколько у вас будет уровней в вашей директорской группе? 4, 5, 6 или 9, как здесь? Или может быть 7, как здесь? Знаете, это вы можете рисовать, где находятся ваши ключевые партнеры, сколько ключевых партнеров в первом уровне, во втором, третьем, четвертом. То есть вот это ваше пламя свечи, ваше пламя огня, это нужно нарисовать. Вот именно вот так, да, как оно будет. И когда вот этот образ, сколько у вас, где, на каком уровне, вот когда вы будете представлять вот этот огонь, будете представлять ваши ключевые партнеры, обратите внимание, этот пример очень показательный. Все ключевые партнеры находятся глубже второго уровня. То есть это не значит, что даже вы их встретите. Это может быть через вот таких вот проводников. Понимаете? Вот через эти двери в глубину. И вы сможете это сделать. Ну, по поводу скорости. В августе месяце будет большой сбор топ-1000. То есть практически это все золотые директора и даже многие старшие директора, которые активно попадут. То есть будет сбор в Москве. Это практически как менеджерская конференция будет. Но я так думаю, что будут презентовать те изменения, которые будут уже осенью. И огромное количество людей будут заряжены. И у меня большая просьба не ждать августа, не ждать там, не знаю, осени, а активно, исходя из сегодняшней информации, делать. А вот что делать? Давайте так. Я сейчас заканчиваю. И мне очень хочется обратную связь. Обратную связь после сегодняшней информации, что вы увидели. И вот сейчас я запись отключу. Ну и мы поговорим, поговорим как раз, проговорим еще моменты, которые важны, для вас показались важными в сегодняшней встрече. Продолжение следует...